Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала, меня зовут Алексей, добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Я не знаю, какой рубрике это видео отнести, вроде бы как оно и подходит к путевым заметкам, и вроде как не подходит. В общем, ребята, сегодня мы с вами разгадаем загадку, которую нам загадали разработчики из SCS Software, и мы с вами попытаемся понять, какое же следующее DLC на территорию они нам тизерят. И сделать, ребята, они это решили крайне необычным образом, так как сейчас идет Пасха, они, в общем-то, всех нас поздравили с этим праздником, всех тех, кто этот праздник отмечает, и решили они интерпретировать его немножечко на игру, и вот эти самые пасхальные яйца, да, которые, если в реальной жизни, да, где-то вы находите, в них обязательно будет спрятан какой-то сладкий сюрприз. Но разработчики решили немножечко изменить это празднование, эту традицию, и эти самые яйца, которые они раскидали во всех своих социальных сетях, они раскрасили в цвета флагов тех стран, которые появятся в будущем дополнении, либо в будущих дополнениях для Евротрак Симулятор 2. Я не буду тянуть кота за причинное место и просто, ребята, сразу вам назову список тех стран, которые удалось найти. Это Албания, Черногория, Сербия, Хорватия, Косово, Северная Македония и Босния и Герцеговина. И я надеюсь, вы, ребята, по географии имеете пятерочку, и вы прекрасно знаете, что это за территория. Да, ребята, это Балканы. Для меня, правда, остается открытым вопрос, где, собственно говоря, Греция, но зная и CS of Air, скорее всего, если все вышеупомянутые страны выйдут сразу в одном DLC, Греция просто будет небольшим дополнением через какое-то время к этому самому дополнению. В общем, ребята, вот такие вот новости. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, рады ли вы, в принципе, тому, что именно в этом направлении будет развиваться игра. Я, если честно, очень и очень жду этой территории, мне кажется, она будет наравне с Иберией по красоте и по качеству детализации, может быть, даже еще и лучше. Что касаемо сроков, это явно не 2022 год, это 100%. Это DLC, я думаю, выйдет как минимум осенью, либо зимой 2023 года, так что времени у нас еще полным-полно. Ну и, соответственно, в течение этого года, я надеюсь, и последующего разработчики будут нам показывать эту самую территорию и подтвердят наши, так сказать, предположения. Да даже не то, что предположения. Ну, в общем, результаты нашей охоты они подтвердят. На этом все, ребят. Спасибо вам всем огромное за внимание. Комментарии открыты. Если вам это видео понравилось, не забывайте, пожалуйста, поддержать его лайком, подпиской на YouTube канал, подпиской на канал на Яндекс.Дзене, ссылка на него также в описании. Также туда, ребят, переходите, поддержите это видео и статью по этому материалу лайком. Мне будет очень-очень приятно. Пока-пока, ребята, еще увидимся.